Мировая премьера. Ивановский музыкальный театр подготовил для своих зрителей новый мюзикл «Легенда» по мотивам пьесы «Утренняя фея», которую написал испанский драматург Алехандро Кассона. Драматическая пьеса идет с успехом во многих драматических театрах, но композитор из Нижнего Новгорода предложил нам сделать на эту пьесу мюзикл современной музыкой, где звучит и рок, и симфоджаз, и многие другие стили. Но при этом все стилизовано под Испанию. Национальные костюмы, музыка, испанские танцы – все погружает зрителей в атмосферу этой страны. Легенда, как и алые паруса – это мюзикл. Здесь переплетаются сложная драматическая игра и вокальные партии. Солистам приходится отходить от классического исполнения и петельный эстрадный манер. У Максима Глинкова задача сложная вдвойне. Режиссер доверил ему исполнить возрастную роль Эрнеста. Чтобы сыграть деда, все-таки нужно прожить что-то, какую-то жизнь. Потому что одно дело – пытаться это изобразить физически, физикой, голосово. Но все-таки мудрость какая-то, опыт, он все-таки с возрастом приходит. И может быть, вот в этом еще и состоит сложность. Любовь и верность, благородство и предательство, жизнь и смерть – это красивая легенда о семье, в которой поселилось горе и живет вечный траум. Все кардинально меняется после прихода странницы или смерти. А когда Мартин спасает от гибели сироту Аделлу, девушку, которая решила свести счеты с жизнью, бросилась в реку, все понимают настоящую цену жизни. Каждому из нас дается свое, кому-то больше, кому-то меньше. Но надо уметь принимать и ценить то, иначе твое место будет занято другим. Я думаю, что смысл спектакля заключается в этом. Легенда – постановка во многом философская. Актерам, прежде чем приступить к работе над ней, пришлось многое осмыслить. У Ольги Наяновой, пожалуй, самая непростая роль – роль смерти, которая появляется, когда ее совсем не ждали. Мартин ее обгустил. А вот время Аделлы еще не пришло. Ничего, подожду. Того, что написано в книге, судеб не миновать. Приду в свой срок. Бывает страшная смерть, бывает смерть благодати. Как моя бабушка говорила, 91 лет, год ей был. До последнего дня она была на ногах, но уже когда, видно, плохо ей было, она в себе держала. И один раз сказала, смерть-то, матушка, заплуталась где-то. Вот начинаешь сейчас это осознавать и осмысливать, когда самоработаешь этот образом. Легкой эту постановку не назовешь. Легенда заставляет задуматься и заново осмыслить вечные проблемы и вечные вопросы. Любовь Почерников, Денис Денизов, РТВ, Иваново.